Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Знакомы ли вы со своими соседями? Наверху, под вами, на площадке? Сегодня я хочу вам рассказать о своих соседях. У меня в жизни случилась история, когда я узнала всех их задолго до заселения. Три года назад началась история борьбы за свое жилье в 430 семей, среди которых была и моя. Теперь, когда мы все общаемся, у нас даже появилась поговорка «Увидеть своего будущего соседа – плохая примета». Все мы купили квартиры в одном из комплексов в центре Астаны. И когда через два года здесь все еще был голый участок земли, и, конечно же, мы забили тревогу. Люди и семьи, которые вложились в наш комплекс, абсолютно разные, с разным достатком, из разных городов. Кто-то у каждого своя собственная история, кто-то до сих пор выплачивает кредиты за еще не существующее жилье, кто-то снимает квартиру, вложив сюда все свои накопления, а кто-то уже скончался, не дождавшись своей квартиры. Сначала образовалась инициативная группа. Находили мы друг друга на форумах, в соцсетях. Каждую пятницу стали посещать Международную комиссию при Акимате, где рассматривались вопросы по проблемным объектам. Требовали взять на жесткий контроль нашего застройщика, компания «Азбука Жилья». И каждый раз компания обещала найти новых инвесторов или докладывала о том, что они уже появились. Спустя полгода, когда и Акимату, и дольщикам стало понятно, что компания не достроит наш комплекс, Сергей Михайлович Хорошун, первый заместитель Акима, предложил нам для завершения строительства создать жилищно-строительный кооператив, отсудить объект и далее самостоятельно заниматься поиском инвестиций. Нам сказали, вы взрослые люди, вы сами вкладывались и сами должны решать эту проблему. Несмотря на всю логичность предложения, осознание принятия этой перспективы к нам пришло не сразу. Такими бы скептиками мы не были, у нас всегда теплится надежда, кто-то придет и спасет нас. И этот кто-то государство. Мы цеплялись за каждую соломинку, которая связывала нас с ним. И даже регистрацию жилищно-строительного кооператива мы начали в надежде попасть в постановление 1039, призванное спасти дольщиков. На тот момент в Астане было уже много проблемных объектов, только по азбуке жилья около 4000 семей. На тот момент у нас была следующая информация. Нам нужно было собрать две трети дольщиков и зарегистрировать кооператив, чтобы попасть в спасительное постановление. На это у нас было пять дней. Но самое сложное было найти всех дольщиков. Компания-застройщик не давала нам контакты, и только после предупреждения государственных органов позволила нам переписать контакты и телефоны из договоров. Мы сутки сидели, переписывая все данные, вручную. Затем, разделив списки между собой, звонили своим будущим соседям. Реакция была разной. К нам-то осознание всего ужаса ситуации приходило постепенно, а здесь представьте себе такую ситуацию. В выходной вы дома, раздается звонок. Вы покупали жилье в Астане? Вы знаете, все плохо. Наш застройщик сбежал с нашими деньгами, и теперь нам самим нужно решать эту проблему. Кто-то плакал, кто-то называл нас мошенниками, а кто-то и вовсе отказывался продолжать диалог. И все-таки за пять дней мы собрали большую часть дольщиков и зарегистрировали свой кооператив, чтобы понять, что в постановление мы не попадаем. Для нас это было шокирующей новостью, так как это означало, что без финансовой поддержки государства нам нужно будет самим решать вопрос поиска инвестиций. Также это означало и то, что нам нужно было взять на себя полную ответственность, в том числе и уголовную, за финансирование, за строительство и за результат нашей деятельности. То есть взять на себя обязательство построить целый квартал, не имея за душой ни денег, ни земли, только огромное сумасшедшее желание добиться справедливости и вернуть свои квартиры. Но у нас не было других вариантов, и, может быть, упрямство или отчаяние заставили нас взять на себя эту ответственность. Так мы начали поиск инвесторов и путей выхода из этой сложной ситуации. Среди дольщиков оказалось очень много компетентных людей из разных областей. Это юристов, строителей, финансистов. Мы решили объединить усилия и сформировали команду для дальнейшей работы, для дальнейшей именно организованной работы, и бороться вместе за свои квартиры. Работали мы на общественных началах, совмещая с основной работой. По ночам, по вечерам, по выходным. Мы забросили свои семьи, нас не видели наши дети. Мы забыли о своих семейных обязанностях на время. Были споры, конфликты и разные ситуации. Помню, например, как по очереди ночами сторожили офис застройщика, чтобы он не вывез наши документы по объекту. Или вытаскивали из мусорных баков документы, которые он успел уже выкинуть. Параллельно разбирались с жертвами двойных продаж. То есть застройщик успел продать одну и ту же квартиру двум разным семьям. И приходилось решать, какая из этих семей въедет в свой будущий дом первый. Помню наш первый офис. Ничего нет. Кто-то привез шкафчик, кто-то стул. И каждый раз через час соседей мы просили привезти то бумагу, то констовары, все, что необходимо. Шли судебные процессы, и нам нужно было писать много писем, делать копии документов. Мне даже говорили, ну что ты жмешься, купи ты уже бумагу из собранных денег. На что приходилось отвечать, нам нужно экономить, мы будем строить дом. Для того, чтобы начать, мы с соседями собирали по пять тысяч тенге. И смешно вспомнить, но на начало строительных работ наш стартовый капитал составлял два миллиона. Были и те, кто спорили насчет пяти тысяч и не сдавали вовремя деньги. Приходилось силой, чуть ли не силой выбивать их из должников. Некоторые приходили с подозрениями и обвинениями в том, что мы их обкрадываем еще раз. В такие моменты хотелось уйти. Я уходила много раз. И каждый раз возвращалась... Спасибо. Потому что мне было стыдно. Мне было стыдно перед соседями, которые мне доверились, и перед нашей командой. Ведь пройдя вместе трудный путь, пережив многое, мы стали семьей, единым целым. Когда мы собирали документы, выяснилось, что часть земли, на которой находится наш комплекс, азбуке жилья не принадлежит. Они успели продать ее частным лицам. Таких сложных моментов было очень много, и поэтому было много судебных процессов. Вместе с сотрудниками прокуратуры мы прошли через пять судебных процессов, после которых в августе 2016 года объект землей принадлежал нам. Это была... Это была долгожданная победа. Было принято решение усовершенствовать комплекс и добавить дополнительные площади для завершения строительства. Так как поиск инвесторов не дал реальных результатов, перепробовав все варианты, мы дошли до последнего. Построить дом самостоятельно. Это был наш... Даже не план «Б», это был наш самый последний запасной план «З». Вопрос нехватки денег стоял остро. Решить его кардинально можно было, только привлекая новых соседей на свободной площади. Но на тот момент понятие слова «азбука жилья» или «дольщик» были уже именем нарицательным. Кто захочет вкладываться в дом с печальной историей? И тогда мы решили начать все сначала. У нас открылось второе дыхание. Мы разработали брендинг, изменили философию самого проекта. Мы не стали ничего скрывать. Мы кинутые дольщики. Мы строим дом для себя. Дом нашей мечты. Мы переименовали комплекс, назвав его «Венским кварталом». Кстати, многие у нас спрашивают, «Венский — это потому, что ваш застройщик сбежал в Вену?» Конечно же, нет. Просто Вена — это очень красивый город с озвученным названием. Сначала в него вложились наши друзья и родные. Затем поверили и другие люди. Так началась новая история нашего проекта. Стройка пошла. Наверное, лишнее будет говорить о том, сколько работы было проделано, и с какими трудностями мы сталкивались с начала строительства. Но скажу просто, это был самый сложный период в жизни каждого из нас. В первые месяцы дольщики со слезами на глазах приезжали на объект. Они не верили, что после трех лет ожидания, когда для многих надежда вернуть свои квартиры была уже потеряна, стройка все-таки началась. Неожиданно для всех наш «Венский квартал» получил международную премию International Property Award как лучший жилой комплекс Казахстана. Сейчас, когда рассказываешь людям о том, что начали мы с двух миллионов тенге, когда на строительство всего комплекса нужно было более 20 миллиардов, и за весь период этого строительства не было ни займов, ни кредитов, ни инвесторов, нам никто не верит. Но это правда. И, оглядываясь назад, ты понимаешь, что невозможное возможно тогда, когда ты чувствуешь огромную ответственность за 400 семей, когда ты, несмотря ни на что, веришь в свою идею, в свою команду. И в то, что нет безвыходных ситуаций. Нужно просто немного подумать и очень много работать. И все же в такие мои минуты я думаю об ответственности. Что же это такое? Почему у многих людей разное понятие, понимание о ней, и как исказилось это понятие? Почему один человек, врач, взяв эту самую ответственность за своих пациентов, умирающих от ожогов, уже пять лет борется за создание банка донорской кожи и совершенствование лечения ожогов? Или молодая девочка, тренер баскетбольной команды, чувствуя эту самую ответственность за своих воспитанников, делает их жизнь более полной и яркой? В то же время другой человек, не отвечая даже за свои собственные поступки, выбрасывает пакет с мусором прямо на площадку. Или мать, не неся ответственность даже за воспитание своего ребенка, равнодушно наблюдает, как он бросает на асфальт бумажки. Когда мы будем чувствовать, когда мы будем отвечать за свои поступки, за свои слова и за то, что происходит вокруг? Почему мы чаще говорим «это не моя ответственность», чем «я возьму на себя ответственность»? Это слово часто звучит в сочетании с гражданской или уголовной ответственностью. Может быть, поэтому мы стали ее бояться. Как в таких условиях мы можем надеяться на создание сознательного общества, гражданского общества, способного защитить само себя, не уповая на случай, на судьбу, на государство? Я думаю, что нам нужно внести в нашу жизнь понятие радиуса ответственности и, четко определив его границы, быть честным и порядочным хотя бы в его пределах. Не можешь спасти мир — спаси свою семью. Не готовь к семье — сделай комфортной свою среду обитания. Наш случай со строительством позволил нам по-новому взглянуть на само понятие зоны комфорта. Мы строим дом для себя, поэтому заранее думаем о том, где мы будем сажать деревья и цветы, где будут играть наши дети и проводить свой досуг наши соседи. Взяв однажды ответственность за себя, за дом, за 400 семей, расширив свой радиус ответственности, мы вышли далеко за пределы своей квартиры. Мы строим дом для себя с любовью к каждой детали, торгуясь насмерть, лишь бы купить материалы получше. За два года на месте пустыря уже строятся три очереди объекта, а первую мы уже сдали. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Летом уже тысячу семей получат свои квартиры. А через год... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Через год мы закончим строительство девяти домов мечты. Но останется ли он домом мечты потом? Чтобы сохранить дух нашего проекта, мы решили создавать соседское сообщество. Это будет нашим следующим этапом, но первые шаги мы стали делать уже сейчас. Поэтому на передачу ключей мы зовем соседей подъездами. Мы говорим им, знакомьтесь, это ваши будущие соседи, общайтесь, дружите, берегите свой дом вместе. Мы, жители больших городов, имеем огромную, но не до конца осознанную проблему в коммуникациях. Мы не знаем своих соседей, да и с друзьями общаемся редко. А ведь в каждом доме живет свой учитель, врач, юрист, который может помочь вам в нужный момент. И в каждом доме живут будущие друзья вашего ребенка. И даже единомышленники, которые могут разделить с вами радость бега или рыбалки, живут рядом. И все эти люди могут сделать вашу жизнь богаче, а среду обитания комфортнее. На самом деле это не так ново для нас или сложно, потому что многие из вас помнят, как буквально выросли во дворах, когда соседские бабушки угощали нас булочками или конфетами. Даже сейчас есть во дворах небольшие сообщества мамочек с колясками или бабушек на лавочках. У нас уже сейчас в созданных чатах соседи во время ремонтов делятся между собой информацией по скидкам на материал или по хорошим бригадам. И даже раздают бесплатно строительный материал, который оказался лишним. Кто-то готов обучать своих соседей английскому, французскому, японскому, кто-то проводить бесплатные тренинги по бизнесу, а кто-то создавать клуб книголюбов или рукоделия. Свой дом мы строим так, чтобы нам было где общаться, дружить, проводить вместе праздники, наурыз, Новый год. Мини-кинотеатры, домовые клубы, сцены, игровые помещения станут местным притяжением для наших соседей. Я надеюсь, что подобная организация пространства домов станет трендом в строительстве жилья. Я думаю, что вторым дыханием для больших городов могут стать подобные соседские сообщества. Только представьте, что в нашем комплексе будут жить 1400 семей, и около 200 из них отдадут своих детей учиться в ближайшую школу. И каждое утро они будут ездить в одну и ту же сторону, создавая пробки. Зная же друг друга в лицо, можно скооперироваться и нанять одну развозку. Или другой пример — здоровое питание и экологически чистые продукты. Заказать фургон яблок или табун лошадей носовым на весь двор гораздо проще, когда есть сформированное соседское сообщество. Как видите, помимо психологического комфорта, оно вносит в нашу жизнь достаточно много приятных и полезных элементов. Совместные выезды на природу, занятия спортом, организация праздников и досуга для взрослых и детей. Перечислять точки взаимодействия можно достаточно много. Тем не менее, когда я рассказываю об этой идее, многие крутят у виска, называют это красивой, несбыточной мечтой. Но я знаю, что нет границы у идеи. Вопрос только в нашей ответственности и его радиусе. Я надеюсь, что каждый из вас захочет расширить его хотя бы до уровня двора, а может быть районы или квартала. И я верю, что наша история поможет вам по-новому взглянуть на своих соседей, подружиться с ними и увидеть, сколько вокруг вас интересных людей. Берегите своих соседей. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова